Уже в первой неделе июня в Красноярске выросли цены на некоторые категории товаров. Например, продукты. По словам экспертов, виной тому возросший спрос. Например, с сезоном пикников выросли цены на мясо. Теперь килограмм свинины обойдется в 300 рублей, и килограмм говядины в 340 рублей. Вместе с мясом подорожало пиво и мороженое. Их цена поднялась на 2%. Почти на 8% выросла цена на картофель, капусту и морковь. При этом свекла подорожала на 16%. Ее стоимость за килограмм сейчас составляет около 37 рублей. В июне также увеличилась стоимость отделочных строительных материалов. Специалисты говорят, что цена на них выросла на 8-10%. Кроме того, только за первые дни лета стоимость топлива увеличилась уже в два раза. Эксперт объясняет такое увеличение цен также сезонным спросом. На этой неделе новости ТВК решили выяснить, как городские власти тратят 90 миллионов рублей, предназначенные на ремонт красноярских дорог. Именно столько стоят работы по замене бордюрного камня, который сейчас проходит по всему Красноярску. Однако такой ремонт горожан не устраивает. Телекомпании регулярно поступают жалобы. Корреспондент новостей ТВК Екатерина Кашучи решила собрать самые распространенные ляпы масштабного дорожного ремонта, а также выяснить, как чиновники реагируют на замечания красноярцев. Остановочный карман для общественного транспорта. Почему сузили? Его просто привели в нормативные показатели по геометрии. Там 16 автобусов должны каждый день останавливаться. Куда им там в маленький карман? 16, 17, разницы нет. Разломали, две недели мы здесь никого не видим. Ну это не видят, вот он из окна не видит, но если он пройдет дальше, немножко влево или вправо, он увидит, там бригада работает. И все недоделки нам с вами придется терпеть именно до 30 сентября, потому что в законе ничего не сказано про то, что работу свою нужно заканчивать сразу, хотя это было бы, наверное, логично. Ну логика это логика, а закон, извините, это закон. Поэтому с логикой мы потом давайте с вами будем разбираться. В начале июня жители Ленинского района Красноярска получили перерасчет за тепло и горячую воду. Суммы в квитанциях оказались разными, от 2 до 9 тысяч рублей. Горожане буквально атаковали у фижилфонда, чтобы выяснить, откуда взялись такие цифры. После этого губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил Строенадзору и Министерству строительства ЖКХ проверить, откуда все-таки взялись такие суммы в платежках. После проверки эксперты заявили, заплатить все-таки придется. А вот если есть сомнения в сумме, то нужно обратиться за разъяснением своей управляющей компании. После этой истории председатель Координационного совета общественного движения Народный контроль в ЖКХ Роман Казаков публиковал на своей странице в Facebook пост о бездействии властей в этой ситуации. Вы себе такое в Чечне, Ингушетии или хотя бы Татарстане представить можете? Но вопрос ведь не в этом. Это мелкий частный случай, хоть и с конкретными последствиями для тысяч красноярских семей. Проблема выше. Проблема, на мой взгляд, в том, что и региональная, и муниципальная власть сегодня бессмысленны. Без полномочий, без финансирования, без реального политического процесса. Подробнее мнение Романа Казакова об этой ситуации можно прочитать на нашем сайте. Вот такими новостями нам запомнилась уходящая неделя. Продолжение следует...